Всем привет! Меня зовут Карина. Сегодня у нас будет упражнение 2-5-1-2. Это очень простое упражнение, но нужно будет немного рассчитать IP-авеса. Думаю, мы справимся. Давайте приступим. Сразу же посмотрим на требования и увидим, что нам нужно будет рассчитать сеть для VLAN-25. Нам нужно рассчитать ее IPv4-адрес и маску под сети, зная, что необходимое количество хостов у нас 50. Давайте приступим. Я уже скопировала эту табличку вот сюда. И давайте начнем. Я немного ее модифицировала и дописала еще маску под сети в таком вот виде. Думаю, так будет намного удобнее. Давайте начнем. Первое, что нужно, давайте посмотрим на количество хостов вот здесь. У нас 100 хостов. Маска под сети стаж 25, то есть вот такая вот. И адрес нашей сети 192.168.1.0. Но если мы распишем этот IP-адрес, эту маску под сети для VLAN-15, 255, 255, 255 и потом будет в бинарной системе 1 и 7 нулей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот. То мы видим, что вот это значение показывает количество сетей. А количество нулей показывает количество хостов, которые мы можем использовать в нашей сети. В нашем случае это 2 в седьмом, это 128. То есть это ближайшее число к сотне. Смотрим теперь сюда. У нас 50 хостов. Ближайшее к 50 это 64, потому что 32 будет слишком мало. Значит нам нужно, чтобы у нас было в конце 6 нулей. 1, 1 и 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так. Таким образом мы можем узнать маску под сети нашей будущей сети. Давайте это сделаем. Раз у нас мы заимствовали 2 бита, то это будет маска под сети слэш 26. Или же 255, 255, 255, 192. Готово. При необходимости вы можете сверить с вот этой вот табличкой. Вот у нас слэш 25. Вот у нас слэш 25 и слэш 26 под ним. Давайте двигаться дальше. Теперь, зная маску под сети, нам нужно рассчитать IPv4 адрес. Это тоже делается очень просто. Берем адрес сети предыдущей. Это 192.168.1.0. Зная маску под сети и количество устройств, мы можем узнать конечный IP адрес этой сети. Этот IP адрес у нас будет 192.168.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0 адрес нашей вот этого сети. Раз у нас предыдущая сеть заканчивается на 127, то следующая сеть будет начинаться на IP-адрес на единичку больше 192 168 1 128 и заканчиваться 192 168 1 191, так как у нас 64 хоста. Вот одно под другим. Вот так. Теперь нам нужно будет узнать первый и последний IP-адрес хоста. Давайте сначала я запишу IP-адрес нам в табличку. Вот сюда. Готово. Теперь открываем вот эту вот таблицу. Я ее скопирую просто. Вот так вот. Ctrl-C. Выделяю. Ctrl-V. Давайте еще раз. Просто выделяем. Ctrl-V. Ой. Давайте еще раз скопируем. Она плохо скопировалась. Ctrl-C. Ctrl-V. Вот. Нажимаем ОК. Таким образом мы скопировали эту табличку. Давайте ее сделаем немного пошире. Вот так. И вот так. Теперь смотрим. У нас есть пропущенные поля. Вот здесь. И еще где-то были. Так. У нас не до конца скопировалось. R2. С1. Секунду. Копируем. Вот. Ctrl-C. Давайте еще раз. Ctrl-V. Вот. Теперь скопировалось правильно. У нас есть пропущенные места вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Давайте их запишем. Здесь мы указываем маску по сети. Это 255. 255. 255. 191. Ой. 192. Она такая же и вот здесь. И вот здесь. Я не буду переписывать еще раз. Но вам нужно будет это записать. Теперь смотрим. G0.0.25. Это первый адрес сети IPv4. То есть раз наша сеть начинается с IP-адреса 192.168.1.128, то первый IP-адрес нашей сети, который мы можем назначить нашему хосту, это будет на единичку больше. То есть 192.168.1.129. Готово. И теперь вот этот адрес. Копируем. Мы записываем вот сюда. Это будет наш плюс по умолчанию. Теперь смотрим дальше. Нам нужно еще настроить наши IP-адреса для IPv4 и L25. У IPv5 это второй адрес IPv4. Раз первый у нас 192.168.1.129. Добавляем еще одиночку. Это 192.168.1.130. Маска по сети такая же, как здесь. И теперь последний адрес IPv4 нашей сети это 192.168.1. И раз наша сеть заканчивалась на IP-адрес 191, то адрес этой сети 190. Вот так. Ну и маска по сети тоже такая же. Давайте теперь все настроим. Прилагаю начать сразу же с устройств. Открываем L25, например. Конфиг. Выбираем Fuzz Ethernet, так как указано у нас в задании. И настраиваем. Заходим в Settings и сразу же указываем дефолт китэвэй. 192.168.1.129. Здесь все правильно. Открываем интерфейс и указываем IP-адрес этого интерфейса согласно табличке, которую мы записали. Вот здесь. Я их помню, так что я просто запишу. 192.168.1.190. И маска по сети 255.255.255.192. Готово. Закрываем. У нас 4 балла из 100. Ассасимент айтемс. Вот. Мы видим, у нас здесь все окей. Откроем L255. И давайте еще раз глянем на дефолт китэвэй. 192.168.1.129. По идее, должно быть правильно. Давайте закроем. Нет. Settings. Закрыл файл. А, стоп. Давайте настроим PC-25, а потом, если что, вернемся. Desktop IP-конфигурация. Вводим IP-адрес нашего устройства. 192.168. Далее у нас 1. И 130. Масса под сети в конце 192. Далее дефолт китэвэй у нас 192.168.1.129. Готово. Можем закрывать. У нас 10 баллов из 100. Смотрим. Здесь дефолт китэвэй правильный. Смотрим. L25 соединяется к S1 с помощью интерфейса Fuzz Ethernet 0.20. Находим наш S1. Ой, не то. Здесь мы назначили 192.168.1.129. Это G0.0.25. А к L25 оно, по идее, подключается. Давайте попробуем вот этот. L25. Хотя, по идее, должен быть вот этот. Давайте проверим. Ctrl-V. Закрываем. Давайте настроим все наши устройства, потом вернемся. У нас может не настраиваться дефолт китэвэй, потому что у нас еще не настроен R2. Открываем наш R2. Да, поэтому он не настраивается. Открываем R2. Командная строка. Cisco. Enable. Класс. Готово. Давайте посмотрим, что нам нужно настроить. Открываем наш пакетрейсер. Сеть VLAN. Нужно на коммутаторе R1 создать сеть и присвоить имя BlackHall. И вот по вот этим значениям настроить наш интерфейс. Например, FAS Ethernet 01 это магистраль. Дальше R7 до 18 это VLAN 15. С 19 до 24 это VLAN 25. И вот эти вот интерфейсы не используются. Их нужно просто выключить. Но при этом, чтобы они были защищены, их нужно назначить в сеть VLAN BlackHall. Думаю, это все понятно. Открываем наши конфигурации. Вот они у меня. Давайте их просто скопируем. Вот все наши настройки. Думаю, все просто и понятно. Копируем. Копируем. Пейст. Что не так? У нас смешает Exit. Вот здесь. Все. Копируем еще раз. Можем даже с копированием. Ctrl-Shift-6. Conf-t. Пейст. Что опять не так? Config-if. Такс. Секунду. А, ну да. Я перепутал устройство. Открыл не то устройство. Бывает. Cisco. Enable. Conf-t. Вот. Это то устройство. Теперь можем настраивать. Пароль класс. Conf-t. Пейст. Вот. Готово. Перепутал устройство. Ну ничего. Далее. Смотрим по заданию. Нужно назначить на R1 и R2. Использование общего канала PPP. Сычап. Это очень просто. Открываем первое устройство. Вот. Командная строка. Cisco. Enable. Класс. Теперь. Conf-t. Открываем R1. Ой. Открываем настройку R1. Вот она. Enable. Conf-t. Далее прописываем IPv6-дингастроутинг, так как дальше он нам понадобится. Далее указываем юсернейм R2. Так как мы настроим R1. Далее интерфейс сериал 0.0.0.0. Инкапсуляция и аутентификация чап. Точно такие же настройки у нас на роутере 2, только юсернейм у нас уже R1. Копируем. Копируем. Готово. Настроили. Опять же копируем наши конфигурации. Копировать. R2. Conf-t. Conf-t. Готово. Настроили. Смотрим дальше. Нам, что нам нужно настроить дальше. Маршрутизация. Это довольно-таки просто. Смотрим. Нужно настроить маршруты по умолчанию. IPv4, IPv6. OSPF. С таким требованием. Идентификатор 1. Находится в области 0. Вот такие вот идентификаторы маршрута для R1, R2. Далее мы создаем точно такой же OSPF на IPv6 с такими же настройками. Давайте это проделаем. Вот у меня есть уже тоже готовые команды. Вот роутер R1. IPv6 и не конструйтинг мы уже прописали. Так что вот настраиваем IPv6. Давайте это скопируем и настроим. Ctrl-C, R2. Это R2. А мы копировали R1. Вот R1. Paste. Все. Таким образом мы настроили роутер R1. Давайте посмотрим на наше количество баллов 62. Check Results, Assessments, Items. И мы смотрим, что наш роутер R1 настроен правильно. И также роутер R1 тоже все окей. У нас осталось только настроить R2. Давайте это сделаем. Открываем наш пакетрейсер. Ой, закрываем. Вот открыли. Копируем команды для роутера R2. Они такие же, как и у R1. Могут отличаться только IPv6 адреса. Копируем. Думаю, здесь вот все понятно. Вот. Можете просмотреть команды при необходимости. Открываем R2. Paste. Таким. Ctrl-Shift-6, если у вас выскакивает такое окно. Смотрим. Открываем нашу инструкцию. 98 баллов из 100. Check Results, Assessments, Items. И у нас на ней настроен Default Gateway. Но теперь он должен быть правильным, так как мы настроили наш роутер. Открываем Settings. И указываем Default Gateway. У нас он должен быть 192.168.1.129. Закрываем. У нас 100 баллов из 100. Да, у нас все правильно. Надеюсь, у вас тоже все правильно. А на этом все. И думаю, всем пока. Продолжение следует...